Итак, всех приветствую в моем прямом эфире. Также всех тех приветствую, кто меня будет смотреть позже в записи. Итак, Москва, сегодня 7 утра у вас. Австралия, 3 часа дня. И Америка, Аризона у нас сегодня 9 часов вечера. Если у вас есть какие-либо вопросы, когда присылайте вопросы после занятия, вы жмите в личку. Я обязательно на них отвечу в своих либо прямых эфирах, либо вам лично, либо в постах. Позже, в декабре, либо уже после декабря, я планирую открыть закрытую группу в Инстаграме, куда могут присоединиться все желающие. Для тех, кто желает заниматься более, скажем так, индивидуально и подробно со мной, можно будет присоединяться в мои Zoom йога-классы. В Zoom я провожу занятия почти что каждый день сейчас. В Zoom занятия проходят примерно час двадцать. В Zoom я могу видеть всех своих учеников и могу поправлять корректировать ошибки. В этом преимущество занятий в Zoom. То есть, есть преимущество в том, что вы можете смотреть здесь записи и заниматься в удобное для вас время, но это вот прямого контакта, и я не могу видеть вас. Есть также индивидуальные занятия, которые я провожу. На них, правда, сейчас записи открыты только с января, потому что все места сейчас заняты. И в индивидуальном занятии в Zoom, я, конечно, работаю индивидуально уже с учеником под конкретные проблемы, под конкретные запросы. То есть, это может быть динамичный класс, непродолжающий уровень, это может быть совсем начинающий, с какими-то проблемами со спиной, после родов девушки приходят. То есть, мы выбираем именно конкретные асаны, которые можно делать, выбираем то, что нельзя делать, и делаем наиболее эффективные для конкретного человека. То есть, есть такой формат, опять же, где по индивидуальным занятиям и занятиям в Zoom, можете писать мне в личку, и я на все вопросы обязательно отвечу. Сегодня у нас, еще раз повторю, занятия совсем начинающего уровня. Уверена, что каждый сможет повторить сегодняшний класс. В основном это будет более разминка, ну и такие самые простые, собственно, йога-асаны, самые базовые. Для занятий вам желательно иметь при себе, конечно же, йога-мат, который не скользит, чтобы у вас не скользили руки и ноги по нему. Желательно иметь йога-блок, я сейчас вам покажу, я на нем сижу, у меня несколько йога-блок. Он помогает тем, кому уже легко в йоге, и тем, кому еще тяжело. Но также мы сидим на блоке в начале занятия и во время медитации, потому что если мы сидим на полу без блока, у нас колени поднимаются выше таза, и спина округляется, поэтому тяжело держать ровную и расслабленную позицию. Поэтому мы сидим на йога-блоке, либо на упругой подушке в начале занятия. Это очень важно. Ну и также я рекомендую иметь при себе во время занятий, если у вас сейчас зима, если у вас сейчас холодно, желательно иметь при себе какое-то одеяло или покрывало, потому что в конце занятия, когда мы лежим в шавасане, вам должно быть комфортно, и вы не должны мерзнуть, то есть вы должны лежать в очень расслабленном положении тела. И обычно в шавасане мы лежим минут 10 после стандартного класса. Если это класс, как сегодня, на 45-минутное короткое занятие, то в шавасане мы проводим примерно 3-5 минут, наверное, так сегодня сделаем. Но тем не менее, должно быть комфортно и тепло, поэтому я рекомендую иметь какое-то покрывало, одеяло рядом с собой во время шавасаны. Ну, вроде я рассказала все, что планировала рассказать сегодня перед занятием, и сейчас мы можем начать наш урок по йоге. Хорошо. И начинаем. Как я сказала, мы сидим обычно на блоке, чтобы положение было у нас удобное тело. У кого нет блога, вы сегодня можете сидеть просто на полу. Мы недолго будем сидеть в этом положении, буквально минут 5. Для начала мы скрещиваем ноги. Кладите ноги в удобное вам положение. Вы можете скрещивать ноги таким образом, нога перед ногой. Либо в позе полу лотоса, либо если у вас достаточная растяжка, то уходим ногу на ногу. Но желательно, чтобы колени были ниже таза. Положение расслабленное. Опускаем кисти на колени. Хорошо. И сейчас закрываем глаза. И настраиваемся на занятия. Представляем, что у нас кто-то тянется в макушку вверх. Позвоночник прямой. Подбородок немного к себе. Так, чтобы шея была сзади прямая. Чтобы у нас не было прогибов шеи. Прямая линия от макушки до копчика. Таз старайтесь не прогибать назад. Поясница не прогибается. Наоборот, таз немножечко вперед. От позвоночника до макушки. Ровная линия. С макушкой тянем себя вверх. И сейчас расслабляем плечи. Опускаем плечи вниз. Расслабляем диафрагму. Расслабляем живот. И ноги. Стараемся дышать животом. С обдохом живот наполняется. Надувается, как шарик. И с выдохом живот идет внутрь. Концентрируемся на дыхании животом. Все внимание в моменте здесь и сейчас. Слушаем дыхание. Дыхание. И сейчас плавно переносим внимание в центр ладони и на кончиках пальцев. Стараемся ощутить тепло в ладонях. И на кончиках пальцев. И со следующим вдохом плавно поднимаем руки по сторонам. И вверх. Вдох. Вытягиваемся за пальцами вверх. И сводим ладони вместе. Печи опущены. И с выдохом плавно опускаем кистью перед собой в позицию намасте. И опускаем внимание и дыхание снова в живот. Сейчас мы сразу создаем намерение на практику. Можно визуализировать, представить какую-то важную в целом, либо на сегодня цель или задачу. На что вы хотите направить энергию в сегодняшней практике. И, как представили, мысленно отправляем, отпускаем это намерение во Вселенную. Плавно опускаем кисть на колени. Открываем глаза. Сейчас начинаем с головы. Опускаем кисть на колени вниз. Полностью плечи расслаблены. И мягкие круги вправо. Здесь стараемся не поднимать плечи. Плечи, наоборот, идут назад. Обращаем внимание, что все тело, плечи, грудь расслаблены. Ощущаем легкое натяжение с каждой стороны шеи. Времянка завершаем третий круг. И меняем в другую сторону. Лево по кругу. Три, полно круга. Лечка не поднимается. Живот расслаблен. Мягко завершаем последний, третий круг. Садимся в исходное положение. Ровно снова за макушку тянемся вверх. Кисти перед собой. Намасте. Сейчас будет небольшое упражнение для верхней части спины. С вдохом прогибаемся в спине, будто нас толкают между лопаток. И разводим руки по сторонам. Пальцы широко. Вдох. Выдох. Спина круглая. Руки идут вперед. Ладони смотрят вверх. Ладони вместе. И со вдохом выпрямляем спину. Руки поднимаются вверх. Выдох. Кисти перед собой. Снова намасте. Вдох. В стороны. Будто бы нас толкают между лопаток. Разводим руки в стороны. Выдох. Вперед. Спина круглая. Ладони смотрят вверх. Вдох. Выпрямляем спину. И руки поднимаются вверх. Уходят за уши назад. Плечи опущены. Выдох. Кисти по центру. Вдох. Еще раз. Вдох. Все движения за счет спины. Стараемся не руками двигать. А за счет спины. Спина прогибается. Выдох. Спина круглая. Вперед. Руки вверх. Смотрят ладони. Вдох. Вдох. Вверх. Вдох. Выдох. По центру. И последний раз. Вдох в стороны. Стараемся локти держать не сильно согнутые, а руки чуть дальше от себя. Выдох. Вперед. Спина круглая. Таак идёт вперед. Смотрим вниз. Вдох. Вверх. Вытягиваем спину. Руки идут назад за уши. Выдох по центру перед собой. Хорошо. Опускаем кисти на колени. Проверяем положение корпуса. Снова спина ровная. И вращение плечами вперед по кругу. Это занятие больше ориентировано на утренний класс. В основном на России. В России сегодня 7 утра. В Москве. Поэтому мы должны погреть тело. Мягкими движениями вперед и назад. Большие круги. Плечами. Обращаем внимание, чтобы ноги не напрягались. Ноги расслаблены. Хорошо. И опускаем плеч вниз. Снова проверили положение спины. Спина ровная. И те, кто сидит сейчас до блоки или на подушке, убираем блок и подушку в сторону. Садимся на пол. Кто сидел на полу, остаемся на полу. И с вдохом вытягиваемся вверх. Руки поднимаются вверх. При этом плечи опущены. Ладони вместе. Спина прямая. И с выдохом наклоняемся вправо. Кисть на полу. И если получается, то локоть опускаем на полу. Левой рукой тянемся в сторону. Будто бы тянемся в противоположной стене. Вытягиваем левую поверхность корпуса. Вытяжение. Левое колено опускаем вниз. Стараемся расслабить ноги. Расслабить живот. Вытяжение с левой стороны корпуса. Хорошо. Мягко поднимаемся вверх. Вдох. Кисти вместе. И опускаемся в левую сторону. Левая кисть. И левый локоть на пол. Если локоть не получается, то только кисть. Мягко опускаемся ниже, ниже. Сверм тейпером. Правая рука тянемся в сторону. Вытяжение. Вдох. И с выдохом чуть ниже. Выдох. И здесь сидим, чтобы у нас корпус не разворачивался вниз. А наоборот. Руку правую. Уводим за лох. Назад. За лох. Разворачиваем корпус больше. Прямо. Расставляем правую ногу. Правая колена опускаем ниже к полу, чтобы колена не поднималась. Стараемся ниже опустить. Мягко поднимаемся вверх. Сцепляем пальцы в замок. И с вдохом вытянулись ладошками вверх. Вдох. Кисти тянутся вверх. А плечи вниз опускаются. И сейчас опускаем кисти на пол. И шагаем ладонями вперед. Насколько получается. Здесь главное, чтобы спина была прямая. То есть не округляем спину. А тянемся животом вниз. Животом, затем грудью. Ниже, ниже. Насколько получается. Если получается, то полностью опускаемся вниз. И здесь можно потянуться правой рукой вперед. Левой. Мягкое вытяжение. Клопчиком тянемся назад. Руками вперед. Голова опущена. Хорошо, мягко поднимаемся. Раскручиваемся. Все движение мягкое. Сейчас меняем ноги. Кладем другую ногу впереди. Опять же, либо скрещиком, либо нога впереди лежит. Нибо нога на ногу. Снова проверяем положение. Макушкой тянемся вверх. И скручиваемся вправо. Поворачиваемся вправо. Левой рукой отталкиваемся правого колена. И скручиваемся. Смотрим за правой плечом. Здесь с каждым вдохом тянемся макушкой вверх. А с выдохом расслабляем тело. И немножко докручиваемся больше. Меняем в другую сторону. Поворачиваемся влево. Правой рукой отталкиваемся от колена. Вдох, макушка вытемлились вверх. И с выдохом докрутились больше. Смотрим за левое плечо. Хорошо, мягко раскручиваемся в исходное положение. Снова сцепляем пальцы в замок. И потянулись руками вверх. Вдох. Вытягиваемся с ладони. Плечи опускаются вниз. И с выдохом опускаем кисти на пол. И отшагиваем руками вперед. Шивотом опускаемся к ногам. Важно каждый класс начинать с разнирки. С последовательного, постепенного перехода асан от простых к сложным. Поэтому мы начинаем с разнирки. Затем у нас идут асаны на баланс. Затем силовые асаны. В конце растяжка и шавасана. Обычно класс строится по такому принципу. Мягко поднимаемся, раскручиваемся. И сейчас перекатываемся вперед. После стола я стану к вам боком. Кисти параллельно под плечами. Колени на ширине плеч. Колени под бедрами. И будем делать упражнение 5 НКАУ. Кошка-короха. С отдохом прогибаемся. В спине макушкой. Копчик тянется вверх. И выдох. Округляем спину. Толкаем лопатки вверх к потоку. Вдох. Прогиб. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Выдох. Вдох. Прогиб. Выдох. Спина круглая. Толкаем лопатки вверх к потоку. И последний раз. Вдох. Прогибаемся в спине. И выдох. Спина круглая. Молодцы. И занимаем исходное положение. Положение от стола. Сейчас небольшое упражнение на баланс. Вытягиваем правую руку вперед. И мевую ногу назад. И удерживаем это положение. Стараемся найти баланс. Хорошо. И сейчас остаемся в этом положении. Либо, если вам в этом положении достаточно просто, то сгибаем левую ногу, беремся за стопу. Если так вам стоит комфортно и достаточно удобно, то вытягиваем, поднимаем колено вверх. За счет этого у нас раскрывается, вытягивается правое плечо. И мы работаем с прогибом, с поясничным отделом спины. Смотрим прямо. И опускаем руку и ногу в исходное положение. Меняем с другой стороны. Левая рука вперед, правая нога назад. Представляем, как будто бы нас тянут за пальцы белой руки вперед. За правую стопу назад. Если сложно в таком положении, остаемся в этом положении. А потом легко. Беремся за правую стопу. И поднимаем ногу вверх. Смотрим прямо. Очищаем упор в правой ладони. Контакт ладони с землей. Хорошо. Плавно опускаем ногу в руку на пол. В исходное положение. И сейчас стопы вместе. Колени кладем шире. Садимся на стопы. И опускаемся вниз. Чайл-пост. И поза ребенка. Одна из расслабляющих асм. Йоги. Где мы нормализуем дыхание. Нормализуем течение энергии по телу. Расслабляем полностью тело. И поднимаемся мышцы. Хорошо. Сейчас мягко приподнимаемся. Кисти на ширине плеч. Ладони параллельно. Ориентируемся последним пальцем рук. То есть, если должно стоять не так. Не вовнутрь, а четко прямо. Подгибаем пальцы в ног. И поднимаемся в собаку мордой вниз. Бедра поднимаем вверх. Копчем тянется вверх. И пятки прижимаем к полу. Здесь поочередно. Столкаем к полу только по правой пятке, а то лево. И плавно растягиваем и разогреваем мышцы ног. И проножные мышцы работают. Прижимаем к полу тут правую пятку, то лево. Стараемся смотреть назад за ноги. Здесь руками толкаем корпус к ногам. К ладони отталкиваются от пора. Стопы на ширине плеч. Хорошо. И сейчас мягко подходим вперед к ладоням. Делаем несколько шагов. Стопы на ширине плеч. Беремся за локтем. И опускаемся вниз. Расслабляем спину. Если тяжело наконец-то вниз, можно согнуть колени. Либо ноги прямые. И качаемся вправо-влево. Представляете, наше тело как водопад стекает вниз. И мы локтями и макуштой тянемся к полу. Полностью расслабляем спину. Расслабляем плечи и шею. Хорошо. И сейчас опускаем руки вниз. Здесь ладони могут касаться, пола могут нет. Но как получается. И мягко раскручиваемся позвонок за позвонком. Смотрите. Расслабляем спину. Смотрите. Смотрите. Расслабляем спину. И ставим ноги вместе, стопы вместе. Опускаем внимание и дыхание на живот. Ощущаем стопы, контакт стопы с землей. Сейчас цепляем пальцы в замок и поднимаемся на полу пальца. Вдох, вытянулись вверх, ладони тянутся вверх. Плечи опущены и удерживаем баланс. Концентрируемся на балансе. Можно найти какую-то одну точку. Смотрим на эту точку, концентрируемся, удерживаем баланс. Все тело вытянуто, как струна. Вдох, вытянулись еще больше вверх. И с выдохом опускаемся вниз. Выдох, руки по сторонам, вниз. И опускаем внимание на живот. Расслабляем живот и стопы. Напоминаю, у нас сегодня класс для совсем начинающих. Все асаны, движения самые простые. Хорошо. Сейчас переносим вес на левую ногу. Сделаем знакомую всем позу дерева. Правую стопу ставим с внутренней поверхности левой ноги. Можно поставить внизу, если вам сложно стоять. Можно чуть-чуть выше. Либо с внутренней поверхности бедра. Кисть вместе. Стараемся найти баланс. Когда нашли баланс, то правое колено отводим еще больше назад. Раскрываем бедро. За счет мышц правой ягодицы. И кисть вместе. Хорошо. И мягко опускаем правую ногу вниз. Опускаем вниз. И сейчас левой ногой, я с ногом боком подшагиваю назад. И поднимаем руки вверх. Вдох. И с выдохом опускаемся чуть ниже. Поза воина. В позе воина важно, чтобы стопы смотрели вперед. Прямо палец ног смотрит вперед. И колено у нас переднее четко над пяткой. То есть не выходит вперед, не выходит назад. Не вовнутрь, не вовне. Четко над пяткой. Кисть и параллельно. Плечи опущены. Макушко тянемся вверх. Настильное положение. Янское, мужское положение. Хорошо. Хорошо. Плавно опускаем пальцы рук на ногу. Задней ногой немножко подшагиваем вперед. Подшагнули. И выпрямляем оба карена. Можно стоять в таком положении. Если у вас есть долг. В таком положении. Если вы можете опуститься ниже, прямой спиной, то опускаемся ниже. В этом положении мы расслабляем корпус. Животом царемся вниз к водам. Это положение низкое, расслабляющее. Хорошо. И подшагиваем к стопу вместе. С выдохом наклонились еще ниже. И мягко раскручиваемся. Поднимаемся вверх. Вдох. И выдох. Кисти по центру. Хорошо. И с другой ноги. Приносим вес на правую ногу. Левую стопу сейчас ставим. В позу дерева. Либо ставим на бедро. Если тяжело, ставим ниже. На колени. Ощущаем правую стопу. Будто бы корни дерева уходят вниз. У нас правая стопа. Наши корни. Нашего дерева. И левое колено. Отдвигаем дальше назад. Раскрываем левое бедро. Макушкой тянемся вверх. Упражнение на баланс. Баланс тела и баланс сознания. Хорошо. И мягко опускаем левую ногу на пол. Правую ногу теперь отшагиваем назад. Отшагнули далеко назад. Летаем руки вверх вдох. И с выдохом опустились чуть ниже. Силовая асана. Поза воина. Представляем качество воина. Сила, воля. Именно эти качества развивает данная поза. Проверяем, чтобы колено переднее не уходило в период. Ни в коем случае не вовнутрь. Это нехорошо для колена. Стараемся колено дышать прямо. Смотрел полость прямо. Задняя нога прямая. Плечи опущены. И стараемся в этой позе расслабить живот. В каждом положении находим те части тела, которые можно расслабить. Стараемся не напрягать все тела. Расслабляем плечи. Расслабляем живот. Хорошо. Опускаем пальцы рук на пол. Задней ногой немножко подшагиваем вперед. В расстоянии между стоклами метров. И наклоняемся вниз. И стопы смотрят прямо. Правая-правая, левая стопа. Хорошо. И подшагиваем стопы вместе. Сейчас наклоняемся вниз. У кого получается, руки за спину, сцепляем пальцы в замок и направляем руки вперед. У кого получается, прокручиваем ладони от себя в сторону больших пальцев. Хорошо. И опускаем руки вниз. Выдох. 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 Вверх. 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 И выдох. Кисти перед собой, по центру. И опускаем внимание в живот и в стопы. Хорошо. Сейчас с отдохом вытягиваем руки вверх. Немножко поднимаемся в спине. Вдох. Опускаемся вниз. С выдохом спина прямая сначала до максимума. И затем опускаем руки на пол. Вдох. С отдохом смотрим прямо спина прямая вдох. Можно положить руки на ноги. Либо на полу. Сгибаем колени. И отшагиваем назад в спину. Стараемся не поднимать бедра в сапу. Опускаем вниз. У нас бедра на одном уровне с плечами. Мы сейчас сгибаем локти. Опускаемся ниже. Кобра. И пробуем выпрямить руки. Но так, чтобы плечи не поднимались на уши. Плечи отводим вниз от ушей. У меня в инстаграме есть пост про Кобра. Как правильно делать, вы можете посмотреть потом. И подгибаем палец в ногу. Поднимаемся в собаку, мордой вниз. Выдох. Пятки прижимаем к полу. Опускаем колени на пол. Садимся на пятки. И опускаемся в позу ребенка. Выдох. Чай. Вкус. Расслабляем поясницу. Сейчас сидим в этом положении. Дышим животом. Я проверю время, сколько у нас есть. Хорошо, мягко поднимаемся. Сейчас скрещиваем ноги. И садимся на пол. Так. Правую ногу упрямляем перед собой. Левую ногу кладем сверху на колено. Сгибаем опорную ногу, подтягиваем к себе. И прижимаем колено ближе к правому плечу. Макушка тянется вверх. Старайтесь дышать животом. Хорошо, и сейчас упрямляем правую ногу. Правая прямая. Левую ногу кладем на пол. И тянемся руками вперед. Представляете, что тянемся в них стопе от противоположной стенки. Тянемся руками вперед, далеко от себя. Животом вниз. И затем опускаемся вниз в жевых ногах. Здесь главное, чтобы спина была прямая. Стараемся спину не оправлять. Бедра тянемся назад. Небольшой прогиб в пояснице. Представляем небольшой прогиб в пояснице. Животом опускаемся вниз. За макушкой тянемся вперед. Здесь, кто не дотягивается до стопы, можете использовать пояс специальный. Заново он надевается. Вчера я покажу всем этом положении. Кто дотягивается до стопы, можете использовать йога-блок. Кладем в йога-блок. Один, либо два перед стопой. И держимся не до стопы, а за йога-блок. Хорошо. Хорошо. Мягко поднимаемся. Восходное положение. И сейчас меняем ноги. Левая нога прямая, правая сверху. Назвы колена. Стараемся не голень класть на ногу, а именно стопу, пятку. Чтобы больше правое ведро скрывалось. И подтягиваем ноги к себе. Здесь главное, чтобы спина была прямая. Стараемся спину не округлять. Макушка тянемся вверх, плечи опущены. Подтянули ногу к себе. Руки ставим сзади. Толкаемся руками. И вытягиваемся еще больше вверх. Правое колено толкаем от себя. В этом положении, если оно кажется простым, стараемся найти те части тела, которые можно полностью расслабить. Если у вас левая нога не скользит по полу, либо по мату, то можно полностью расслабить левую ногу. Хорошо. И вытягиваем левую ногу вперед. Нога прямая. Правая нога на полу. Здесь колени шире. И снова вытягиваемся вперед. Руками тянемся к стене противоположной. Тянемся вперед, тянемся. И опускаемся вниз. С каждым вдохом как бы удлиняем спину. Макушкой тянемся вперед. И с выдохом животом опускаемся к ноге. Возьм ատյչպչչղ equipped. Вяжем к compensе тянение. В'tpř'據ет. Возьмёмся. Волод Pick. И кладем стопы вместе. Сегодня сделаем простую вариацию. Стопы вместе. Стопы кладем не очень близко к себе, а чуть-чуть подальше. И руки кладем под ноги. Кисти. И стараемся долго себя пустить на пол. Если получилось, беремся руками за стопы. И наклоняемся вниз. Расслабляем спину. Расслабляем спину. Расслабляем спину. Ноги прямые. С обдохом вытягиваемся вверх. И с выдохом. Животом тянемся к ногам. А руками тянемся вперед. К противоположной стенке. Выдох. Опускаемся вниз. Живот, грудь, голова, руки. И раскручиваемся волной. Вдох. Руки по сторонам вверх. И еще раз. Выдох. Вперед. Вдох. 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 Мягко опускаем руки и голову на пол, сгибаем ноги, стопы ставим возле бедер и поднимаем бедра максимально вверх. Стараемся колени не развозить широко, колени будто бы удерживают блок или мячик. Сводим ближе лопатки и плечи, пальцы сцепляем сзади в замок, бедра толкаем вверх, вверх и поднимаем пятки от пола на полу пальца. И стараемся расслабить плечи, шеи, расслабляем живот. Мягко опускаем спину на пол, таз подбираем под себя, поясница касается полностью пола. Хорошо. И вытягиваем ноги. Кладем руки по сторонам ладонями вниз и сделаем финальную скрутку. Берем правое колено белой рукой и скручиваемся в белое. Колено опускаем на пол и правое плечо толкаем в полу. Смотрим на правую кисть. Ладонь смотрит вниз. Хорошо. Мягко раскручиваемся. И меняем в другую сторону. Правая рука, левая нога. Скрутка вправо. Смотрим на белый кейт. Хорошо. Мягко раскручиваемся. Кладем стопы на ширине плеч. Немножко сгибаем колени. И подбираем таз под себя. Так, чтобы поясница касалась пола. Беремся за основание головы. И тягиваем себя вправо, немножечко затем влево. Лопатками шагаем вверх. Удлиняем спину. Вытягиваем спину от поясницы. Вправо, влево. Хорошо. И опускаем головы на пол. Руки кладем по сторонам. Лопатками вверх. Вытягиваем ноги. Хорошо. И закрываем глаза. Сейчас полностью расправляем все тело. Данная практика называется шабасана. Поза трупа. И в этой практике главное не засыпать. Это осознанное расслабление. Внутренняя практика, внутренняя работа. Последовательное расслабление всех мышц. Начиная от головы. И медленно направляем внимание вниз по телу, в сторону стоп. И полностью расслабляем все тело. Дыхание животом. С отдохом живот поднимается. С выдохом опускается. С окрытыми глазами. Бежим в шабасане. И полностью расслабляем все тело. И сознание. Продолжаем. Состоятельно. Шабасана. Продолжительность должна быть. Примерно 10% от времени практики. Если занятие у вас длится час, то желательно в шабасане находиться минимум 5 минут. 10 минут желательно. Если вы занимаетесь 2 часа, то желательно 15 минут шабасана. Полное расслабление или распределение энергии. 3 часа, то желательно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сейчас для тех, кто сегодня практикует вместе со мной, ощущаем центр ладони и центр стоп, стараемся ощутить тепло в ладонях и в стопах. Сейчас представляем, что вдыхаем через стопы, наполняем все тело энергией, направляем энергию от стоп до макушки и с выдохом опускаем внимание вниз и выдыхаем через стопы, отпускаем все ненужное. Еще раз вдох через стопы и выдох через стопы. Сейчас плавно поднимаем руки по сторонам вверх. И с вдохом вытягиваемся за руками, как мы тянемся утром, мы хорошенько потянулись. Вдох, вытянули все тело. И выдох, полностью расслабили все тело. И мягко сгибаем колени. Переворачиваемся на правый бок, делаем кисть на пол. И плавно поднимаемся с закрытыми глазами, не теряя концентрацию. Поднимаемся в удобное положение скидя, скрещиваем ноги. Кисть опускаем на колени. Макушкой тянемся вверх. Наблюдаем за внутренними ощущениями в теле. За внутренним состоянием. Дыхание животом. Сейчас мягко направляем внимание в центр ладони. На кончике пальцев. Делаем медленный вдох. Поднимаем руки по сторонам вверх. Кисти вместе. И с выдохом опускаем кисти перед собой. Намасте. Ощущаем центр тела, нашу ось. И мысленно выразим благодарность своему телу за сегодняшнюю практику. За ежедневный труд. И повторим пространство вокруг нас. Хорошо. Плавно открываем глаза. Намасте. Здесь пожелание можно вытянуться вперед еще раз. Вверх отнимаемся. Спасибо всем, кто присоединился к сегодняшнему занятию. На сегодня все. У нас время подходит к концу. Если у вас есть какие-либо вопросы по индивидуальным занятиям, по моим классам в Zoom, которые я провожу почти ежедневно, пожалуйста, пишите. Любые другие вопросы по йоге или питанию, вообще любые вопросы, присылайте в личных сообщениях, либо под моими постами, пишите. Я обязательно с удовольствием вам отвечу. Спасибо еще раз. До встречи в прямых эфирах и в моих классах. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!